Добрый вечер, друзья! Сегодня в гостях у программы «Звезда на звезде» ветеран советских и грузинских спецслужб, бывший министр государственной безопасности Грузии, генерал-лейтенант, председатель региональной общественной организации «Грузия за рубежом» Игорь Георгадзе, человек, знающий немало секретов и долгие годы находящийся вдали от своей родины. Игорь Пантелимонович, добрый вечер. Добрый вечер. В августе 95-го, когда произошло покушение на Шаварнадзе, его связали с вашим именем. Я вам скажу, огромное количество моих друзей говорили бы, ну, если бы это делал Игорь Пантелимонович, он бы довел это до конца, потому что школу никуда не денешь. В марте 16-го года «Интерпол» снял запрос Грузии на... Да. Вы были самые разыскиваемые преступники в 21 год. В отношении меня не было обвинений. Суд над теми, кого подозревали во взрыве машины у резиденции Шаварна, прошел. Перед судом предстали обвиняемые, там 14 человек, 168 пострадавших и 365 свидетелей. И ни один из них не упомянул Георгадзе. Нет ни вещественных доказательств, ни показаний против меня. Вот. А розыск был на основании вот такого листочка, в котором было написано. Предварительное расследование показало, это после взрыва, 29 августа 95-й год, что в 1895 году, не удивляйтесь, прямо так было написано от руки, 15 июля по такому-то адресу, указан адрес моего отца, состоялся заговор с целью свержения Шаварднадзе. Вот на основании вот этого, это было послано в Интерпол, и Интерпол разослал так называемую красную карточку. Их не смутило, что сто лет заговор готовился? Все закрыли на это... То есть, даже на 1895-й? Я сказал, ладно, понятно, что это описка там. Ну, а 15 июля в силе остается? Да, в силе. 15 июля 1995 года ваш покорный слуга находился в Турции, где заключал договор об обмене информации с турецкими спецслужбами. Это легко проверяемо. То есть, место... Это официальный визит практически. Да, это официальный визит. Федеральный министр. Да, 9 человек в составе делегации. Значит, все, закончилась вся эпопея. 21 год меня вот на основании вот этой Филькиной грамоты разыскивали. А тогда вам пришлось уехать, и... Я не помню, в каком издании появилась эта ваша статья, скорее, это даже открытое письмо Шаварднадзе. Это Советская Россия. Советская Россия. Ласковый диктатор. Но вы же понимали, что режим авторитарный, будучи министром. Вы не могли этого не видеть, что происходит. Но в русло политической борьбы обернуть эту историю было невозможно на тот момент? На тот момент нельзя было, потому что я был официально министр безопасности. То есть, моя функция – охранять тот режим, с которым я не согласен. Но вот это письмо, а оно появилось в октябре, и сразу вот эта Филькина грамота, о которой я рассказывал, она сразу после письма открытого. До этого никто ничего против меня не возбуждались. Но как только я в этом открытом письме Шаварднадзе сказал, что теперь я ухожу в политику, и зная всю подноготную того, что происходило, я объявляю вам политическую войну. Ну и сразу получил вот этот международный розыск. Ну, я так понимаю, по долгу службы информации у вас действительно много. Просто был такой ореол неподкупности у Эдуарда Амрусича. Со всеми ведущими спецслужбами стран мира – это практика, это не то, что Игорь Георгадзе это хотел – заключаются двусторонние соглашения об обмене информацией о международном терроризме, незаконной торговле оружием и так далее, нераспространение ядерного. Там целый комплекс вопросов. В том числе я подписывал такое соглашение с американцами. Мы завершаем беседу с директором ЦРУ, Джеймсом Уолси, и он говорит, я прошу передать Шеварднадзе, что руководство нашей страны обеспокоено тем, что он выстраивает мафиозное государство. Дословно. Как вы думаете, Александр, когда я привез эту весточку из Вашингтона, как на меня смотрел Шеварднадзе? Вы знаете, что он ответил? Я думаю, он топал ногами во первую очередь. Нет. Он сказал, кого они учат. Америку строили бандиты, а их внуки уже в белых воротничках руководили целыми корпорациями. У нас тоже будет так. Вот ответ гениального белого лиса и так далее. Вот весь цинизм. Вроде как говорили, что Борис Абрамович Березовский обещал Вашу голову Шеварднадзе положить на стол. Да, было, было, было. Он приезжал в знак поддержки со стороны тогдашнего президента России Бориса Ельцина. Он прислал вместе с Березовским большой пул практически представителей всех средств массовой информации, ведущих России. И тогда были сделаны несколько хороших таких в пользу Шеварднадзе репортажей, поддержкой. То есть Россия вдохнула и показала внутренней оппозиции Шеварднадзе, что его и Россия поддерживает, не только Запад. И вот тогда в беседе Березовского с Шеварднадзе на этой беседе присутствовали и те, кто мне дал эту информацию. Шеварднадзе обращается к Березовскому и говорит, у нас две основные проблемы. Это Абхазия и Георгадзе. Говорит, ну с Абхазией мы Абхазию купим. Вот дословно. А Георгадзе... А Георгадзе... Я его голову вам вот сюда положу. Перемотаем. Судьба сводит меня с Березовским. Я говорю, Борис Абрамович. Ну как-то насчет головы. Да, это, говорит, фигура речи. Ну что, я же понимал. Вот так. Пару лет назад музыканты спросили в Тбилиси у меня, можно мы вам по-русски споем? Я говорю, вообще вы спрашиваете, что раньше было нельзя? Они говорят, что при Саакашвили было нельзя. Официально. Удивительным образом, ведь то, что предлагала там ваша партия, насколько я помню, вот путь для Грузии, как для Кавказской Швейцарии, нейтралитет политический, в этом смысле и армия-то не нужна. Это нужна служба безопасности, чтобы разобраться с внутренней жизнью. И цветущая, прекрасная, поющая, гостеприимная Грузия превращается в нейтральную страну, имея границы друзей по границам, а не врагов. Совершенно верно. Территориальное единство. Почему этот путь не понравился большинству? Вот ответ Шеварднадзе на мой вопрос. Я говорю, почему мы так упорно разворачиваемся спиной к России, поворачиваемся лицом к Турции-Западу и НАТО? Мы же, ну, просчитать можем же шаги. Во-первых, это опять тупиковый путь для воссоединения Грузии с Абхазией, с Южной Осетией. Потому что там однозначно выбор в пользу России. Вы делаете однозначно выбор в пользу НАТО. Рано или поздно, еще не было 2008 года, Россия еще официально признавала территориальную целостность Грузии. Это декларировалось на всех уровнях. У нас была возможность все это развернуть. И вот тот проект, который вы озвучили, я говорю, давайте мы возьмем нейтралитет. Ну, давайте не дразнить одну страну и подыгрывать вторую. Зачем? Мы Богом избранное место. Богородичный предел. Да, совершенно верно. Давайте, пусть это будет Швейцария. Что на это сказал Шеварданзе? Мы должны стать вторым Израилем в Закавказье для Америки. Ну, ребята, я сразу сказал, говорю, Дород Абросевич, у нас сразу появится своя Палестина. Она уже есть. И Абхазия, и Южная Осетия. Пожалуйста, все это сработало и взорвалось. Еще раз, задача у него была другая. И элита, которая его тогда поддерживала, политическая элита, они тоже были ориентированы. Вот революция рос, из кого? Из его учеников выросла. Это троица, которая потом пришла во главу Грузии. Это же его ученики. Все, да. Просто они протоптали в коридорах западных каких-то университетов, контор юридических и так далее. Их напичкали вот этими идеями. И все. И это было продолжение Шеварданзовского дела. Все называют это революцией. Это не революция. Нельзя было Шеварданзе из рук в руки передавать власти следующим. Почему? Ненависть к Шеварданзе. Градус, вот и степень его отторжения у населения было такое, что любой, кому бы он передал ключи от кабинета своего, вызывал бы такую наследственную память. Так это же люди Шеварданзе. Надо было разыграть. Хотя бы разыграть. Это разыграли. Вы видели революцию, при которой свергаемый в первый же день получает официально место жительства, госдача номер один, где принимали всех гостей. И в течение всего промежутка времени руководства страной теми, кто сделал революцию, рос. Ежедневные консультации с Шеварданзе. Но это же цирк. Слушайте, на удивительном образом, как вы были врагом у Шеварданзе, так и у его ученика Саакашвили. Уж годы прошли, а вы все равно не давали ему покоя. А это говорит о преемственности власти. И самое главное, я говорил-то о чем? Всегда искажали. Хотели представить мою позицию, как будто я хочу сделать Грузию служанкой России. Ну, тоже рука Москвы. Везде рука Москвы. Ну да, это вот он агент Кремля. Я чуть ли... Кстати, это, кстати, может быть, и ваш зритель не знает. Был такой миф. Вот я уехал из Грузии. С 95-го года я нахожусь в России. Россия – это восьмое государство. Которое предлагало вам гражданство. В которое я прибыл для, ну так скажем, с точки зрения безопасности. И я сюда прибыл практически в 2006 году, когда Россия озвучила в ответ на запрос Грузии, прокуратура запросила, что он у вас. Я тогда не был в России. Россия сказала, он не у нас, но у нас к нему нет претензий. Да, я помню, что даже если какие-то российские журналисты брали комментарии, это было не на территории Российской Совершенно верно. И это было так. Вы гражданство не одного из этих восьминокстарских Нет, я до сих пор гражданин Грузии. И в России... И Грузия официально не лишала вас гражданства? А по Конституции того периода нельзя было. И сейчас я не знаю, там уже внесены, но меня не лишали гражданства. Слушайте, а может быть, по-прежнему для любой власти вы будете оставаться, ну, как минимум, политическим конкурентам, пока не придут к власти те люди, которые будут разделять ваши убеждения? Я не думаю, почему, сейчас скажу, нынешняя власть продекларировала налаживание контактов с Россией, выравнивание этих отношений. Это сложно. Это сложно, очень сложно. Почему? Вот до 2008 года меня можно было рассматривать как конкурента власти, ну, тогда Саакашвили. Почему? До 2008 года Россия официально признавала территориальную целостность Грузии. Да. И в рамках вот этого признания можно было выстраивать конфигурации на сближение, на создание федерации, там, конфедерации и так далее. Но это, это, это была, должна была быть кропотливая, повседневная, пошаговая работа. После того, как Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, я лично, еще раз, я не принимаю этого признания, но я не могу осудить Россию, потому что она действовала... В рамках международного права, в том числе и нарушала. Во-первых, по сложившейся ситуации. Ведь, что за операция была в Южной Осетии? Как она называлась? Чистое поле. То есть, выжечь все дотла. Надо комментировать, что должна была сделать Россия. Она отреагировала, как большое государство. Я не могу оправдать ни одну смерть и не могу принять отторжение Абхазии и Осетии. Ну, кого я должен обвинить в этом? Сумасшедшего Саакашвили, который на ровном месте начал стрелять в российских миротворцев? Он понимал, чем это закончится? Или настолько приказ был жесткий, приказ от хозяев был настолько жесткий, что, ну вот, к тому моменту и там уже открытые консультанты были. Отдадим должное американцам. Они ему прямой отмашки не давали. Но у него после такой агрессивной, агрессивного марш-броска на Аджарию, где он выгнал Абашидзе, у него появилось подспудно ощущение того, что главное сделать, американцы потом примут. И американцы не мешали ему. В чем-то даже помогали. Но прямо не говорили, фас, иди стреляй в этих, в российских миротворцев. Когда это произошло, они в рамках, в рамках своей поддержки, на первых порах даже говорили, что это агрессия России, да? До тех пор, пока европейское, так скажем, сообщество не вынуждено было в буквальном смысле признать, что да, Россия ответила, но несоразмерно. То есть, практически доехали до Тбилиси, со 40 километров не доехали. Да, тоже, тоже. Но тут вопрос, что? Чем надо было свой галстук закусить еще из частей одежды, чтобы в день открытия Олимпиады это устроить? Ну, человек разумный, да, мог озвучить то, что он после войны. А что, говорит, я должен был делать, когда на границе моей родине угрожала 100-тысячная армия России. Так если 100-тысячная армия стояла, куда ты лезешь со своими, там, тремя-четырьмя батальонами-то? Наверное, надо было тогда обратиться в ООН, призвать миротворцев, показать агрессивную сущность. Ну, уж не расстреливать абхазскую свадьбу там в приграничном селе Остинскую. Остинскую, да. Но до сих пор позиции националов, которых возглавлял Саакашвили, настолько они въелись вот в сознание политической элиты, что вот то, что я сейчас озвучиваю, это на уровне предательства Родины. Как это? Это разве не русские начали? Да не русские начали. Я знаю, как это начиналось. И большинство тех ребят, которые участвовали, я имею в виду наших солдат, которые там погибли, которые остались живы, их вообще в темную использовали. Вообще не знали, куда. Им вообще сначала объявляли, что это учение, а потом учение, переросшее в боестолкновение. Всем все известно. Но вот эта ширма, которая отгораживает правду, в чем мой конфликт был и с Шеварнадзе, и с Саакашвили. Ну, не надо лгать. Ну, слушайте, Абхазы виноваты, Осетины виноваты, русские виноваты. Может быть, по Жванецкому, может быть, в консерватории что-то поправить. Ну, что же все перед нами виноваты? Может быть, покопаться? Какие-то шаги мы сделали неправильно. Тут другое дело, вот придет ли общество к консолидации, к следующим выборам. Но, с другой стороны, вот сторонники, которые остались в Саакашвили, они же имели возможность посмотреть его в деле на Украине. Но они же должны были увидеть со стороны в действии своего лидера, бывшего и кумира. И изменить к нему отношение, ведь невозможно. Но вы поймете, эта политически зомбированная элита, она не способна такими категориями мыслить. Это не, во мне сейчас не говорит, озлобленный оппозиционер на Саакашвили. Саакашвили нет, и эту власть, которую сегодня и я, и мои сторонники поддерживали, аплодируем, и все, все, все. Но оставшиеся, вот это переформатированные люди, это общечеловеки, да, у которых вот этих категорий, что ты же видел, вот он неправильно выстроил, даже на Украине, Украина его отторгла, да, это не аргумент для них. Они, когда пришли в Грузию, они прямо оппонентам говорили, мы пришли на 35-40 лет. Все, это наши, вот их подходы. Там нет стремления что-то создать, сделать, удержаться у власти. Когда ты... Смотрите, вот Саакашвили ведь у власти удержаться не удалось. Мало того, он начал играть в украинскую власть. Избежал, бросил. Почему? С жареным запахло? Да. Да, с жареным запахло, причем реально запахло. Ему казалось, что вот эта поддержка, которую дал запад, ну, в основном с США, с его переброской на Украину, ну, давайте реально. Ну, человек проворовался, ну, 5 миллионов доказанных из бюджета, ну, присвоил, да. Ну, демократичная Америка и общественность западная должна была сказать, вы знаете что, мы все понимаем, но в бюджет залазить нельзя. Нет. Это ваши дела. Да, это не просто ваши дела. Да подумаешь, 5 миллионов, он нам нужен вот здесь. А там непростые ребята, там вот такие вот, там он наткнулся на серьезное сопротивление. То есть, он подумал, что то, что ему удалось сделать в Грузии... На фоне страны, то на фоне одной Адельской области, он что же нет. Да, ради бога. Нет, там-то серьезные люди ему сказали, так, Миша, давай ты отсюда, побыстрее. Он не думал, Саакашвили не думал, что его Запад может бросить. Ну, у Запада тоже терпение не бесконечное, да. Вот в эти штучки, дрючки, в которые он играл, уже всем нас точертело. И вот он сейчас почувствовал себя не просто одиноко, а его правда могут лишить гражданства Украины. Тогда он должен приплыть в грузинское правослудие. И тут уже отвечать придется не только за 5 миллионов. присвоенных средств, но и за те неимоверные преступления, которые он и режим совершили на территории Грузии. Я помню, с вашим именем, ведь была, ну, помимо всех заслуг афганской войны и службы спецподразделения, уже в Грузии вы организовали такой прообраз альфы российской, да? Ну, что значит российская? В принципе, это выстраивалось по той школе, которую мы проходили. Это была первая наша, я имею в виду грузинская, национальная, если хотите, альфа. Это еще было второе название группы Георгадзе. Ну, да. А чем конкретно занимались? Чтобы было понятно, что такое Грузия того времени, это перманентные столкновения между сторонниками Гамсахурдия и его противниками. И вот надо представить, что фронт, как это не парадоксально звучит, а такое имело место, проходил в западной Грузии. Именно по тем местам, по тем городам, где прошло мое детство. Это Самтредия, это западная Грузия, это вот все вот прилегающие к Самтредии и к Самтрецкому району места. И что такое гражданская война? Вот мы оказались по разные стороны баррикадзе со своим двоюродным братом. Я об этом не знал. И вдруг в один день я приезжаю вот в родовое имение. Дом. Где дом. Где был у меня штаб. Я практически превратил это в штаб свой. Там стояла радиостанция и так далее. Я вижу вот своего двоюродного брата, который мирно сидит, беседует с моим отцом. А мама так показывает, дескать, тише. Я не понимаю ничего. Я обнимаюсь, мы целуемся. Начинаем беседовать. И он говорит, я приехал, говорит, уговорить и тебя, и твоего отца, значит, который приходится дяде ему, перейти на сторону законного избранного президента. Я говорю, а ты, а он возглавляет, оказывается, один из самых ударных батальонов, которые противостоят мне. То есть мы даже не знали, что мы по разные стороны. И когда произошло самое худшее, и наши сторонники наступали, он погиб. Удивительно, что это все в новейшей истории происходит. Это то, о чем мы читали в книжках о гражданской войне. Совершенно верно. Начало прошлого века. Совершенно верно. Вообще, вообще, я не думал никогда, что после Великой Отечественной, ну, которую сейчас все называют Второй мировой, где мой отец участник войны, и вдруг я оказываюсь в Афганистане, в отряде специального назначения КГБ СССР, мы в Кандагаре, нигде-нибудь там, да, вот, на родине Талибана, мы возвращаемся, нас было 10 человек из Грузии, и в отделе кадров говорят, зайдите, получите удостоверение участников войны. Клянусь, это не только я. Мы стеснялись туда войти. Как, 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 как это, какой участник войны? Участник войны мы знаем Великой Отечественной. И прошло несколько месяцев, пока нас просто не вызвали и не вручили. Распишись, что ты получил. И уж, конечно же, я не думал тогда, а это мы вернулись с Кандагара, это 81-й год, что мне придется еще участвовать в каких-то боевых действиях. А уж то, что на своей территории, у себя дома, да еще гражданская война, это, конечно, кошмарный ссот просто. Идут годы, а основные ключевые вопросы, собственно говоря, так и остаются актуальными. Будет ли вступать Грузия в НАТО? Возьмут ли, примут ли Грузию в НАТО? Что будет происходить в наших отношениях, в наших двух стран, Грузии и России? Вы не раз говорили о том, что еще ничего не потеряно, и целостность Грузии возможно восстановить, и что Абхазия, Осетия могут быть. Членами единого государства. С Абхазии и Осетии конфигурацию нужно искать. На сегодня об этом говорить, это значит, вот просто взять в кулак соли, да, и на открытую рану сыпать соль. Нельзя сейчас ставить такие вопросы. Вообще инерция развала грузино-российских отношений настолько сильна, что вот тормозить начали с 2012 года, мы еще только в процессе тормоза, даже не разворота. А развернуться на 180 градусов и пойти друг к другу навстречу, очень сложно. Ничего нового я этим не говорю. Разрушать не строить. Вот все мосты были, да, вот сожжены просто. Можно ли это сделать? Конечно. Добрая воля со стороны России была озвучена, да. Президент России сказал... Столетия предшествовали близкой дружбе, родственных связей. Вы спросите у тех, кто бывал в Грузии, да и вы сами же были, в народе ничего не надломилось, не хрустнуло к русским, к россиянам, к России, в народе, вот в том простом грузинском народе ничего не изменилось. Добродушные отношения, никакого ожесточения. Базы НАТО только не способствуют этой дружбе точно. Слава богу, их почти пока нет. Плохо, что есть лаборатория какая-то секретная, биологическая, да, прямо рядом с Тбилиси. Это плохо. Плохо. Вообще любая лаборатория, а тем более биологическая, тем более закрытая, это плохо. Но я думаю, что сегодняшнее правительство видит плюсы-минусы. И я думаю, что созреет внутри Грузии необходимость проведения референдума по этому судьбоносному для Грузии вопросу. Вот этот вопрос, будет ли консолидация всех сил? Я сейчас вам скажу одну вещь. Это не я озвучиваю, вернее, я озвучиваю, но не мои исследования. Американцы провели исследования. И на сегодняшний день оказывается, около 60% населения, это их опросы, не мои, не заказные, смотрят в сторону России, как на партнера, как на соседа, как на будущего перспективного, для диалога и для восстановления отношений. Сегодня о НАТО в народе не говорят. Это была навязанная идея. Навязанная идея, да-да-да. Вы же общаетесь с самыми яркими представителями грузинского народа. Вне Грузии живущими. Вот какие настроения? И вне Грузии, и в Грузии живущими. Очень многие оппозиционеры все это время общались со мной. И я имею в виду оппозиции Саакашвили, Шеварднадзе. Мы можем не соглашаться в политике, а дружба, зарожденная в детстве, она остается. И вот очень часто бывало так, что мы встречаемся, я встречаюсь с человеком, ну не на моей стороне, он на стороне Шеварднадзе. Но у нас нет никакого озлобления друг против друга. И мы обсуждаем вместе. И очень часто я слышал такие нотки. Мы России нужны. Вот у политиков. Не нам Россия нужна, а мы. И мне очень часто приходилось на руках в режиме общения объяснять. У меня был в гостях в Москве здесь друг, который очень настойчиво убеждал, что для России страшная опасность база НАТО в Грузии. Я начал с того, что сказал, в Инджирлике, в Турции, уже есть база, и там есть ядерные бомбы. На карте Инджирлик провести... 50 километров. Ну, чуть больше там, да, Грузия. С точки зрения стратегической для России... А теперь я расскажу... Это я своему собеседнику говорю. Мой друг и коллега в советское время служил в Венгрии. Он обслуживал оперативно, обеспечивал безопасность двух войсковых частей. В одной стояли пусковые установки ракетные, южная группа войск, это Венгрия, а в другой хранились носители, то есть сами заряды, они были разведены, никогда вместе их не держали, время че их соединяли. И рассказ моего друга, он говорит, приезжали молодые ребята в белых халатах, послушают, что там тикает внутри, и уезжают периодически. Я, говорит, обратился и сказал, мужики, я вообще-то контрразведчик, вы объясните, вот что это, там три изделия, маленькое, среднее, большое. Ну, ну, так, примитивно, вот это можно использовать в Европе, то есть, ну, можно на Бонн тогда, да, то есть, это столица тогдашняя, ФРГ, да, можно на Францию, вот эту среднюю, только вот Португалия, вот туда, вот Лондон, туда подальше, а эту большую, не знаем, но знаем, что нельзя на Лондон, потому что Москву может снести, значит, только через океан, и вот мой вопрос, моему соотечественнику, если, не дай Бог, дело дойдет, вот, для таких рассуждений, с точки зрения, вот, этой ситуации, какая разница Россия, где будет Грузия, значит, давайте повернем вопрос по-другому, одна шестая часть планеты, открытый для нас рынок, наш чай, который еще остался в Грузии, русская тюрьма выпьет за полгода, А свободные граждане, думаете, разлюбили? Я про что? Нет, я просто госзаказ получаешь, и ты знаешь, что это наши цитрусы, на Новый год, вся Россия, может, я к чему? На российский рынок стремятся, в кавычках, те, кто нас тянет в НАТО, мы этот рынок имели, он для нас открыт, был, мы развернулись к нему спиной. У нас сейчас, по различным данным, до миллиона соотечественников на территории России, наших, и они, в основном они, поддерживают на плаву оставшуюся в Грузии часть своих родственников и близких. Если посмотреть, что дает МВФ Грузии, и что посылает миллион соотечественников из России в Грузию, вы увидите, что... Несоизмеримые цифры. Несоизмеримые. Вы для себя видите перспективу, ну, во-первых, скорейшего возвращения на родину, возможность работы с новой властью в Грузии для себя? Очень, очень коротко отвечу. Если мои возможности, мои связи, мои налаженные контакты, причем не только с Россией, будут востребованы в Грузии для наведения вот этих мостов, я могу спокойно разговаривать с абхазами, с осетинами. Почему? Ни один мой подчиненный, я в том числе, мы не пролили ни одной капли ни абхазской, ни осетинской крови. И это на той стороне знают. И я спокойно общаюсь с людьми, в том числе первыми лицами и Южной Осетии, и Абхазии. И нет никаких препятствий для того, чтобы вести эти разговоры. И они мою позицию знают. Не абхазы вошли в Тбилиси, а Шеварднадзе ввел войска в Сухуми. Понимаете? То же самое, не осетины прибежали расстреливать на улицах Грузии там миротворцев, а Саакашвили туда вошел. Поэтому, если вот это моя возможность и эти мои возможности будут востребованы в Грузии, я с удовольствием. Если нет, у меня... Столько лет вдали от родного дома, я думаю, вот как вы себе планировали свой первый день по возвращению на родину? Если вот Грузия сегодня откроет двери, да, и скажет возвращайся домой, если я в неделю буду посещать только два кладбища, начиная с могилы моего отца, его без меня хоронили там, я полгода с кладбища не выйду. Стольких людей я потерял. Родных, близких, подчиненных, друзей. Кого-то застрелили, кто-то в тюрьме погиб, кто-то от болезни. Но жизнь-то продолжается после кладбища. Конечно, жизнь продолжается. Есть дети, есть внуки, дай бог, все это будет. И конечно, я в голове выстраиваю это все, но надо дожидаться самого главного. Я хочу, чтобы Грузия сказала господин Георгадзе, Батону Игор, добро пожаловать. Вот тогда я смогу озвучить и планы. А сейчас это немножко где-то... Связи все равно они нерушимые. Ну, конечно. И добро помнится ведь в поколениях. Конечно. Это тоже ведь такая отличительная черта национальная. Да. Грузин, благодарность. Это самое, вот я считаю, из всех черт, которые у грузина с молоком матери чувство благодарности. Вы знаете, врагов во втором-третьем поколении в Грузии уже не помнят. А людей, которые посеяли добро, вот вы сделали добро грузинам. Знаете, он из рода в род будет передавать. И внуки Александра, внуки ваши, приезжая в Грузию, будут пожинать плоды вашего добра, которое вы сделали. Вот такое, небольшое. Но это будет помнится. И на этом фоне мне особенно обидно, что не нашлось сил в интеллигенции Грузии противопоставить Саакашвили, который выстраивал и выстроил музей оккупации в советский период Грузия была одна из самых цветущих республик нашей страны. У нас же мировые имена в науке, а искусство, а спорт. Разве так развивается рабская страна? Нет. Нет. Знаете, мы последнее время в студиях телевизионных программ, в периодических изданиях больше говорим об Украине. я знаю, что мы сегодня говорили о Грузии, а параллели, к сожалению, напрашиваются сами собой. И очень хочется, чтобы все-таки все приходило к здравому смыслу. и к самым прекрасным воспоминаниям, которые нас связывают. Я очень благодарен вам за эту беседу. Друзья, напомню, у меня в гостях был человек удивительной судьбы и стойкости, ветеран спецслужб, экс-министр госбезопасности Грузии, генерал-лейтенант Игорь Георгаза. Игорь, Лимонович, спасибо. Вам спасибо.